А в Костроме вышла в свет новая книга, посвященная предстоящему празднованию 400-летия Дома Романовых «Жизненный путь Михаила Романова к престолу». Ее уникальность в том, что все иллюстрации к изданию выполнили дети. С подробностями наш костромской коллега Роман Залуев. Идея этой книги зародилась еще пять лет назад. Среди художественных школ был объявлен конкурс на романовскую тематику. Детям предлагалось нарисовать, как они себе представляют детство и юность Михаила Романова, его воцарение на престол и подвиг Ивана Сусанина. Ну, мы рисовали людей в народных костюмах того времени. Было, конечно, интересно знать, как раньше ходили, в каких костюмах. Захватывает так, как будто ты попадаешь в то время. 50 лучших детских рисунков с успехом выставлялись в Царскосельском музее современного искусства в городе Пушкине. Затем часть репродукции вошли в книгу, повествующую о ранних годах будущего царя. «Жизненный путь Михаила Романова к престолу». Она написана простым языком. Материал к ней собирался по крупицам из разных литературных и архивных источников. У нас растет поколение, которое находится вне национальной культуры, потому что они больше знают о Диснейленде, наши дети, чем о Бармитаже. Они больше знают о мушкетерах, чем о стрельцах. Они должны наш дух Пушки знать, как закалялась наша Россия, в каких испытаниях, в каких трудностях. Первый тираж составил всего 300 экземпляров. Издание будет рекомендовано как дополнение к школьному курсу по краевидению «Истоки». Книга еще раз высвечивает роль Костромской земли в становлении Михаила Романова. И нам бы хотелось, чтобы эта книга была достоянием не только нашей Костромской земли, но и вообще российской. И сегодня очень большой интерес к изданию книги на российском масштабе. Это уже восьмая книга из цикла «Романовский альманах». К выпуску готовится еще несколько уникальных изданий. О Костромском Кремле, о городском быте начала прошлого века, костромичи «Взгляд через столетия», где будут использованы редкие фотографии. В марте увидит цвет фолиант «Кострома глазами императора», где использованы материалы, хранившиеся до этого в архиве под грифом «Совершенно секретно». Продолжение следует...